Облако облако это вы и не вы отправляете на деревню дедушки свои деньги, а вам платят за ваши мощности. Все работает примерно так как у Найсхэша, только лучше. После настройки процесс выглядит следующим образом. Вы запускаете майнер, да пока сервис работает только с CC майнер, насколько я понял, возможно либо я чего-то не нашел, либо другие майнеры может быть появятся позже. Так вот, вы запускаете CC майнер, который майнит на вашем любимом пуле на ваш кошелек, пока не найдется желающий взять в аренду вашей мощности. Тогда автоматически ваш майнер начинает манить на кошелек арендатора, а вы получаете за это ту сумму, которую сами назначили в биткоинах или лайткоинах. Вроде бы даже эфир поддерживается. Весьма удобно на мой взгляд, если считаете так же, лайк этому видео. Теперь про настройку. Расскажу на примере алгоритма Skunk, на котором в частности добывается монета Signatum, которую я сейчас копаю. По ссылке в описании скачиваем майнер. Далее регистрируемся на самом сервисе, ссылка также в описании. Процедура традиционно проста, как апельсин. Имя, почта, пароль, пин-код для изменения настроек и галочка согласия с условиями сервиса. Жмем создать аккаунт. Зашли, далее справа жмем My Rigs. На этой же странице будут видны ваши уже созданные риги и основная информация по ним. Жмем создать новый риг. У вас понятное дело в начале этого не будет. Имя. Любое. По идее оно для вас, чтобы отличать риги между собой. Но это же имя видят арендаторы, поэтому можно добавить туда всякую дополнительную информацию. Посмотрите, как сделано у других. Пока можно вписать что угодно, в любое время это можно исправить. Хешрейт. К нему, как и к остальным полям, есть подсказки. И в данном случае указано, что лучше вбить некий минимальный хешрейт, который ваш риг стабильно выдает на алгоритме, который выберем ниже. Это нужно для положительного рейтинга. Если вы впишите больше, чем будет выходить по факту, это плохо скажется на вашем рейтинге и заказах соответственно. Алгоритм. Ну, тут понятно, ставим то, что будем добывать. В данном случае я ставлю сканг хэш. Сервер. Выбираем тот, который территориально ближе к вам. Ну, или можете использовать команду пинг и проверить связь с каждым сервисом. Чем меньше пинг, тем лучше. Я выбираю европейский. И пункт «Automatic pricing». Как следует из подсказки, сервис самостоятельно выставит некую рыночную цену аренды и будет периодически корректировать ее, чтобы вы не улетали в конец списка. Дело в том, что по умолчанию риги для аренды сортируются по возрастанию цены. И если вы будете слишком дорого стоить, до вас могут просто не дойти. Пока можно оставить автоцену. Позже в любое время сможете отключить и назначить стоимость вручную. Все. Жмем «Создать». Риг появляется в списке. Жмем «Редактировать». Вот эта кнопочка. Здесь по умолчанию видим много всего, но давайте по порядку. Здесь у нас короткий адрес вашего рига, вероятно, для продвижения на форумах и все такое. RPI. Это тот самый рейтинг, который сервис будет присваивать вам на основании хешрейта, завершенных сделок, каких-то проблем с вашим ригом и так далее. По умолчанию он равен «New». То есть вы новичок, хрен с горы и доверия к вам никакого нет. Далее. Имя, понятно, которое уже задавали. Статус аренды. Доступен или нет. По умолчанию нет. И пока на время настройки так и оставьте. Хешрейт. В нужных величинах. Соответственно, килохэши, мегахэши и так далее, которые задали при создании рига. Тут его также можно поменять при необходимости. Количество видеокарт или других девайсов, ну там процессоров, асиков и так далее, которые используются в вашем риге. Предполагаемая сложность, на которой ваш риг лучше всего работает. Клиент может использовать ее, чтобы задать такую же на пуле. Если не знаете, то ее нужно посмотреть в процессе майнинга в окне майнера. Тип алгоритма, который выбрали ранее. И то же самое, снова можно выбрать сервис, но тут все понятно. Логин и пароль воркера. Тоже, как обычно, на любых пулах. Логин присваивается автоматически. Пароль по умолчанию X. Далее, минимальное и максимальное время аренды в часах. Насколько вы готовы сдавать свои мощности. И ниже самое главное. Цена за мегахэш в сутки. В битках или лайткоинах на соответствующей вкладке. Ну и тут же галочка автоматического прайсинга. Можно включить, отключить. Сколько ставить? В самом верху, вот здесь, есть статистика. Сколько стоила последняя аренда? Средняя за последние 10 аренд, так сказать. Самая дешевая аренда и средняя за последние 20 аренд. Вот на нее примерно можно ориентироваться. Вбиваем сумму и ниже в строке Min Rented Price мы видим минимальную сумму, которую вы получите при аренде за указанную стоимость на минимально заданное вами время. То есть по этой цене на 3 часа получим вот столько денег. То есть минимальные часы умножаем на цену за мегахэш и на количество мегахэшей, которые вы задали вот здесь. Теперь важное замечание про цену. Ясен красен, вы можете демпинговать. Как и на любом рынке. Но делать это крайне невыгодно. Потому что, во-первых, вы же хотите заработать на этом сервисе, верно? Иначе зачем все эти телодвижения? То есть цена должна быть выше, чем если бы вы просто копали как обычно. И второе. Уронить цену всегда очень легко. А вот поднять ее потом может быть весьма и весьма тяжело. Кроме того, не забывайте, что это криптовалюты. И они очень волатильны. Если вы поставите низкую цену, а кто-нибудь купит вас на сутки. За это время добываемая монета, например, взлетит в цене. И ваши арендаторы кажутся в плюсе, так как он дешево купил мощности, которые приносят много денег. А вы в пролете. Потому что во время аренды вы копаете ему в карман, а не себе. И пока аренда не закончится, цену вы не поменяете. Да, вы можете просто вырубить майнер и включить свой, обломав клиента. Только в таком случае сервис вас забанит и денег вы не получите. Потому что оплата начисляется через 12 часов после удачного завершения аренды. Поэтому обманывать здесь себе дороже. Надеюсь, объяснил. Ставьте адекватную цену, следите, чтобы все отлично работало в процессе аренды. И будете приятно удивлены суммами. Теперь настроим свои пулы. То есть те пулы, на которые все будет происходить, пока у вас нет аренды. Здесь вот справа нажимаем Add a Pool. И вбиваем здесь адрес и порт из вашего обычного батника. Обратите внимание, что поддерживаются только стратум пулы. Краткая справка. Стратум поддерживает постоянный контакт с пулом, получает и отправляет задания для ваших видеокарт. Такой вид связи минимизирует количество просроченных шар, но, соответственно, нуждается в стабильном подключении к интернету. Второй вид связи, это когда пул высылает вам кусочек данных. Ваши карты его считают и отправляют результат. Но, возможно, у вас может быть недостаточно мощности или долгий пинг до пула. Тогда ваши результаты могут оказаться просроченными, так как кто-то уже посчитал их. Поэтому пул вам за них не заплатит. Информация о том, поддерживает ли ваш пул стратум, обычно всегда написана на самом пуле. Далее вбиваем воркера на вашем пуле и его пароль. Обратите внимание, что если на вашем пуле используется формат кошелек.воркер или логин.воркер, то именно так и нужно здесь вписывать. Логин.воркер. Потом данную конфигурацию можно сохранить в файворитс и далее использовать сразу готовые пресеты в новых ригах. Пока жмем сейв. Окей, все параметры мы вбили, жмем апдейт. Далее, чуть ниже всего этого списка, видим строчку для вашего майнера. Вбиваем ее в батник, сохраняем и запускаем. У вас побегут вот такие строчки. Попытка подключения по вот этому номеру порта. 50705 в моем случае, в вашем случае порт будет другим, у каждого свой. Запоминаем вот эти цифры, закрываем батник, снова открываем на редактирование предварительно сохраненный батник и вписываем туда новые цифры. Снова сохраняем и запускаем. Если все в порядке, все было сделано правильно, майнер подключится к вашему пулу и будет копать в ваш кошелек. Все как обычно. Обратите внимание, что подключение может произойти не сразу. Иногда может появиться сообщение о том, что нет связи и реконект через 30 секунд. И это может длиться до 3 минут согласно информации сервиса. Нужно подождать. Если все заработало, отлично. Возвращаемся обратно в настройки рига и ставим галочку доступен к аренде. Нажимаем апдейт. И ждем первого клиента. Как только кто-то вас арендует, майнер сам переключится на пул и кошелек заказчика. А вам на почту придет уведомление об этом. При аренде в списке ригов изменится статус Rented. А в настройках рига на вкладке Rental Information появится вот такая вкладка. Вы сможете посмотреть подробности. Оставшееся время аренды. Сколько общая стоимость. Кто арендовал вас. Мощность, которую вы заявили при аренде. Общее время аренды. Время начала и время окончания аренды. Чуть ниже есть поле, где вы можете выдать заказчику бонусное время, за которое он не будет платить. Зачем? В качестве бонуса. Учитывая, что обычно сдача в аренду стоит дороже, чем майнинг себе в карман. Можно выдать небольшой бонус арендатору в надежде, что он купит вас еще раз. Разумеется, это дело добровольное и ничего не гарантирует. Все на ваше усмотрение. На вкладке Communication арендатору можно что-нибудь написать. Ну и плюс тут есть всякая статистика по воркерам, живой хешрейт. Обратите внимание, пунктиром указан заявленный хешрейт. И неплохо было бы, если бы актуальный хешрейт, который обозначен соответствующими линиями и цветом, чтобы он был, ну, как минимум не ниже. Иначе это отрицательно скажется на рейтинге. Есть история аренды. Кто, когда, когда началось, когда закончилось, сколько стоило, как звали. Есть описание рига. И история транзакций. Да, насчет описания рига. Поле не обязательно к заполнению, но здесь вы можете написать все, что хотите о вашей ферме. Какая она замечательная, какой вы молодец и все такое. Не забудьте нажать апдейт. По настройке вроде бы все. Теперь про деньги. Жмем на балансы справа вверху. На вкладке биткоин и лайткоин, соответственно, мы видим, сколько ожидается денег за аренду и сумму комиссии, которая будет списана за перевод. Комиссия, кстати, небольшая. Ниже пендинг майнд. Сколько ожидается денег за майнинг на MRR пул. То есть у сервиса есть свой пул, но только для асиков, поэтому в данном случае не рассматриваем. И ниже аккаунт баланс. Сумма, которую вы уже можете выводить. Выплаты производятся один раз в час. Для этого нужно нажать кнопочку. Если вдруг у вас есть ненужные деньги, вы, конечно, можете на этом сервисе мощности не только продать свои, но и купить. Как и на Найсхэше. Чтобы не связываться с картами, настройкой и все такое. Но позвольте я вам кое-что покажу. Как видно, последний арендатор заплатил мне вот такую сумму. Это уже за вычетом комиссии. Актуальный курс биткоина на тот момент был что-то в районе 3300 долларов. Перемножаем. Получаем 19 с копейками долларов. А вот сколько я получил бы за 24 часа, если бы копал эфир. Арендатор заплатил мне за 20 часов 19 долларов. За сутки я бы получил 8.65. Ну разница почти в 2,5 раза. О чем же это нам говорит? Разумеется, о том, что майнинг не выгоден. Уже лет 7 как. На этом все. Я надеюсь, это видео вам понравилось. И понравился описанный сервис. Если так...